Здравствуйте, друзья! Из задымленной Кремниевой долины С вами Михаил Портнов И вот о чем я хотел поговорить Мы со Светланой вчера Сели и побеседовали О том, что, в общем-то, до прошлых президентских выборов Вот, 16-го года Мы на канале не занимались особо никакой такой политической темой Там так получилось, что наши зрители, они там интересовались и тем, и этим И я как бы начал читать, начал смотреть, начал анализировать Я не пересказываю обычно, что пишут А я так от себя добавляю, да, там Где с анекдотиком, где там что-нибудь из прошлых лет Какую-то такую историю То есть я такой творческий переработчик новостей Но, тем не менее Значит, что я хочу сказать Что Я оказался в положении вот того Абрама Которого Который приходит домой и говорит жене Ты знаешь, Сара, я сегодня в партию вступил Она ему говорит, а ты, Абрам, всегда куда-то вступаешь Вот сегодня в партию, а вчера в говно Понимаете? И я вот почувствовал себя таким Абрамом Который ходит и все время говорит, в говно вступает И политика сама по себе Это достаточно грязное, так сказать, дело Первое Второе Есть вещи, которые людей объединяют А есть вещи, которые людей разъединяют Вот, например, допустим, политика Это из того, что разъединяет То же самое религия Вот сейчас как зацепиться там на религиозной почве И давай там друг другу в бороды впиваться Там, я не знаю По голове чем-то бить Поэтому Я думаю, а чего оно мне в конце концов То есть меня, конечно, втянули зрители Я сам втянулся И так далее, и так далее И самое интересное, что происходит Вот сейчас, самый разгар вот этой кампании Сейчас идет съезд республиканской партии И, значит, я слушаю Вот это все Значит, то, что там происходит И вот Я думаю, надо же Вот, допустим, сейчас выберут Байдена Допустим И мы окажемся в ситуации То есть я, конечно, как бы Не хотел бы, чтобы Трамп получил второй срок Потому что одно дело ампутация Там, допустим А другое дело воспаление легких То есть, конечно, конечно Ампутация хуже, чем воспаление легких Но сказать, что воспаление легких Это какое-то такое благо Что мы должны прыгать до потолка и скакать Только потому, что это не ампутация Чего-нибудь Это же тоже она аномальная какая-то дрянь Поэтому вот эта ситуация Из огня до вполыбя Понимаете? Она произойдет Вот как только у нас уйдет в прошлое Трамп Так сразу у нас станет Значит, Байден и сотоварищи И мы будем приходить в ужас От того, как вот эти люди Страну нашу уничтожают Значит, а раньше мы смотрели Как те ее уничтожают И, соответственно, люди будут потихонечку возмущаться И переходить к следующей сволочи Которая нашу страну уничтожает Потому что эта сволочь утомила И так далее Короче, что я хочу сказать Что не хочу вступать ни в какую вот эту вот Я сняюсь говно И не хочу, чтобы зрители наши Тех, кто на наш канал приходит Поляризовались тут Не хочу, чтобы сумасшедшие Слева и справа к нам приходили Хотя надо сказать, что слева у нас сумасшедших Довольно редко бывают Да, ну, русская, да Русскоязычная аудитория Там как раз уклон вправо Но не суть Вот, не хочу И мы вчера вот так Обсудили, поговорили И столько всяких дел Столько всего интересного И в нашей жизни такой вот И там И по бизнесу И там с недвижимостью И внуки И дети И студенты И люди интересные Всякие И я думаю Ну, блин, действительно Ну что Мы даже подумали Что, ну, в конце концов Ну, допустим Изберут Трампа Есть вероятность Я не хочу сказать Что она какая-то зашкаливающая Но она не нулевая Вот И я спрашиваю себя А что, если Трампы изберут Наша жизнь закончится? Ну, противно, да Ну, вот мы 4 года прожили Было противно Ну, что Ну, да, мы еще 4 года проживем А все равно же будет противно Только просто по-другому Понимаете? Да Ну, вот Там Там в говно наступил Там в блевотина Вот разница-то Друзья Вот это разница, да Стоило копья ломать Поэтому Я подумал Что-то мы Углубились В это во все И я могу так иногда Знаете, как сказать Ну, вот как дежурный по Америке У меня был Там, да Я так немножко обзорно Да О чем говорят О чем пишут Что происходит Там туда-сюда Но В общем-то Я Эти темы исключу И Из Наших стримов Потому что на стримах Очень много вопросов На эту тему Но Единственное что Мы не совсем Эту тему бросаем Потому что Нас все-таки Интересуют Иммиграционные вопросы Кроме того Я думаю Что мы все-таки Сделаем Стрим 3 ноября Когда будут выборы Где-нибудь попозже Там, знаете Они Аэропортуют Но Когда у нас Например 9 вечера То уже полночь На Восточном берегу И там уже Ну Там, где люди Ногами голосуют Значит Там можно будет Может какие-то результаты Будут Я не знаю Правда Но все-таки День такой Много чего решается Вот я думаю Ну наверное Наверное Я такой стрим проведу Но в общем И в целом Значит Мы как бы Пришли к мысли О том Что Значит Больше мы с Абрамом Не дружим Вот пусть он там Ходит Вступает Куда хочет А мы как-то Будем так В чистом месте Сидеть И Если кто-то Буйный Пусть не обижается Значит Я буду их Изолировать Собственно Я и сейчас Это делаю Потому что Очень много народа Приходит С каким-то Либо с идиотизмом Либо с ложью Либо С какой-то Ненавистью Там и так далее И так далее Значит Ни идиотизм Ни ложь Ни ненависть У нас на канале Значит Корней не пустят Мы будем пропалывать Ни левый Ни правый Абсолютно без разницы Я не вижу Принципиальный разницы У идиотизма Нет Как бы Такой поляризации То же самое У ненависти То же самое У лжи И так далее Такое Такое вот Выстраданное решение Потому что Я вижу Что оно уже На нас как-то влияет На меня На свету Какие-то негативные мысли Возникают Какие-то негативные отношения Возникают И вот Ну в общем Нехорошо это Нехорошо И мы никогда раньше В этом деле Не находились Правда То есть Мы не были политизированы Ну вообще никак И Не было Тонкого знания Ситуации Ну было поверхностное По заголовкам Знаете так На этом уровне Больше Больше не хочу То есть Грязь Она и есть грязь Ложь Пальсификации Манипуляции Шоу Для дебилов И так далее Не хочу Так что Друзья Мы Оставляем Как бы Какой-то этап Нашей жизни Позади Вот И прощаемся С теми людьми Которые Не могут Без этой тематики Как бы Это их выбор У меня У меня выбора В данном случае нет Вот И до новых встреч Значит Мне конечно Интересно было бы Знать Так вот Что вас там Волнует сильно Потому что Я смотрю Что у нас В общем-то Те темы Те темы На которые Хочется Поболтать Они Не очень Популярные Да Смотришь Там 4 тысяч Просмотров 5 тысяч Просмотров Есть Ну У нас Вот Стримы Идут Неплохо Кстати Стримы Нормальные Там 12 15 18 Вот Все остальное Оно такое Странное И Не очень Востребовано Что ли То есть Если без говна Друзья То никто не смотрит Обязательно Нужно говно Вот Смотришь Там По заголовкам То есть Их может быть Много разных Там Ну там Трамп Байден Республиканцы Стагмаркет Биржа Доллар Инфляция Обезработица Там Еще что-то Еще что-то То есть Казалось бы Безумное Количество Заголовков Но все они Из одной категории Говно Почему На говно Слетается Вот Ну Вот этот Рой Так сказать Зрителей Я не знаю Ну Наверное Потому что Это эмоционально Потому что Говно эмоционально Это не Нездравый смысл Это не Там Не что-то такое Поэтому Ну Но правда Но я не хочу В этом Вот Я хочу В чистом месте Друзья Поэтому Ну Поглядим Как пойдет Не знаю Мне нужно Тоже понять Для себя Дальше Как нам Существовать Да Ну вот Может вы Что подскажете Я не знаю Периодически Я возвращаюсь В своем сознании К тому Ради чего Вот мы Ради Ради Чего Я Выхожу В эфир Ради Чего Я Делаю Эти Сюжеты Для Кого Это Все И Так Далее Конечно Имея Там 230 тысяч Там Сколько У нас 234 тысячи Подписчиков Думаешь И чего Они Ну В смысле Могли бы И посмотреть Что-то Правда Так Интересно Я думаю А что они То не отпишутся Тоже Они не Отписываются Ну В смысле Какие-то Отписываются Новые Подписывают Я не знаю Но Странно Все это Все это Очень странно Я не накручиваю Подписчиков Я не Ничего такого Не делаю Чтобы было Больше Мне собственно Без разницы Я же и не зарабатываю На этом А Какие-то Три копейки Падают Вот Не знаю Ну вот Если есть Какая-то мысль Конструктивная Да Вот Чего там Чего бы вам хотелось Я понимаю Что это Не Не более Четкая картинка Потому что С более четкой картинкой У нас Подписчиков Не подписчиков Не усилилось Не Не просмотров Ну так Это может быть Больше мне Для себя Для настроения Вот А так Ладно Все Друзья Я еще раз Повторюсь Значит Очень бы хотелось Какой-нибудь Совет хороший Я бы тогда Как-то начал Думать Переосмысливать Там еще что-то Я не знаю Мне В общем-то Нравится делать Сюжеты Часто Я не делаю Такую Нетленку Знаете Что там Месяц работал Сделал Нетленку Там Два миллиона Просмотров Там Или пять Я Я так Не умею И Как-то Это Ну абсолютно Не я Вот Я так Как газета Знаете Такая Заводская Многотиражка Шлепаю Там Что там Из местной Жизни Это Все это Однодневки Да В основном Мои сюжеты Однодневки Хотя Бывает Что-то Там Из Философской Тетради Может быть Про поиск работы Может быть Хотя и поиск работы Это тоже не из вечного Знаете Такого Но Но мне нравится Как бы Вот моя Многотиражка Я не знаю Мне Так В общем Хотя Конечно Сморишь Там у людей Там по 200 тысяч Просмотров Про 500 По 500 И ты когда Смотришь На название Этого всего И думаешь А почему же Вот Если допустим Без запаха То уже не интересно Это очень Ну Друзья Не все Дано осмыслить Поэтому я Так Думаю Не все Поддается Осмыслению Мы с вами Прощаемся И до Новых встреч Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова